Ежедневно, рано утром и до позднего вечера контрольно-ревизионные службы городских предприятий-перевозчиков проверяют общественный транспорт Самары и выявляют безбилетных пассажиров. Акция «Зайцев нет» родилась два года назад и за это время стала традиционной. Главная цель проверяющих – буквально ловить за руку пассажиров, которые любят ездить бесплатно. Таким любителям халявы кажется, что стоимость одного билета не сыграет роли, но от оплаты проезда напрямую зависит не только обслуживание действующего автопарка, но и закупка новых образцов. Модернизация подвижного состава, а также немаловажно интервалы хождения транспорта. Служба КРО свои данные направляет перевозчику в аналитический отдел. Если мы просматриваем, анализируем то, что пассажиров нет и, собственно говоря, рейс нерентабельный, маршрут нерентабельный, тогда мы принимаем решение по определенной процедуре и на данный маршрут направляется меньшее количество транспортных средств. Специальный контрольный ревизионный отдел есть у всех предприятий-перевозчиков города. Задача сотрудников этой службы – проверять экипаж автотранспорта. Во время рейдов специалисты действуют тайно, поэтому ни обычные пассажиры, ни водитель, и кондуктор даже не заметят их присутствие. Но когда приходится действовать открыто, то важной частью работы становится именно выявление безбилетников и напоминание, что за проезд с «Зайцем» полагается штраф. На уровне Самарской области принят закон, где предусмотрен штраф в размере 500 рублей. И у нас на постоянной основе проводятся контрольные мероприятия, направленные как раз на выявление безбилетных пассажиров. Такие профилактические рейды – еще и отличное подспорье для будущих управленцев. Айнура и Анастасия – студенты одного из самарских колледжей. На летнюю практику пришли на предприятие, которое занимается автобусными перевозками. Вместе с сотрудниками контрольно-ревизионного отдела отправились выявлять безбилетников. Говорят, так, начиная с малого, благодаря разнообразной практике, можно хорошо узнать про работу каждого отдела на предприятии и получить ценный опыт на будущее. Ты начинаешь немножко разбираться как раз таки вот в управлении, если ты опять-таки сидишь в диспетчерской, ты начинаешь понимать, как это вообще происходит, как вставляются маршруты, что там нужно, что там проверяется, зачем следить. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.